Правительство Чувашии разработало законопроект, согласно которому приостанавливается выдача субсидий государственным служащим на приобретение жилья. Напомним, эта мера позволит сократить стаж, необходимый для получения звания ветеран труда, на два с половиной года. Таким образом, льготы дополнительно получат еще 10 тысяч жителей Чувашии. Этот и другие вопросы обсудили на заседании Кабинета министров. Бюджет 2015 принят. Теперь на повестке дня вопрос его эффективной реализации. Добиться, чтобы каждый рубль шел в дело, можно разными способами, но в первую очередь это контроль и прозрачность в расходах. Хорошо также сократить количество денежных потоков. Многие министерства уже пошли по этому пути, передав финансовые дела подведомственных учреждений и организаций централизованным бухгалтериям. Минфин Чувашии считает целесообразным распространить эту практику и на муниципалитеты. У нас выбран пилотный район, это Порецкий район, где мы действительно внедряем эту централизованную бухгалтерию. Это очень даже прозрачность, публичность введения этого учета. Мы даже у себя видим те проводки, которые проводят бухгалтериям в муниципальном районе. И тут же мы можем корректировать, делать замечания. Между тем, только 30% организаций и учреждений передали свои дела в централизованную бухгалтерию. Глава Чувашии поставил задачу министерствам и ведомствам завершить эту работу к апрелю 2015 года. О работе за последние два года отчитался министр физической культуры и спорта Сергей Мельников. В стратегии социально-экономического развития республики до 2020 года физическая культура и спорт наряду с развитием здравоохранения, образования, повышением экологической безопасности рассматривается как фактор развития человеческого потенциала. Является одним из самых эффективных средств повышения качества жизни человека. Поэтому вопросы привлечения населения к регулярным занятиям физкультуры и спорта, создание условий, позволяющих граждан поддерживать оптимальный объем двигательной активности на протяжении жизни, популяризация массового и профессионального спорта, развитие спортивной инфраструктуры, имеет одно из первостепенных значений в деятельности Минспорта Чувашия. Итог целенаправленной работы. Количество граждан, занимающихся различными видами спорта, увеличилось на 6 тысяч человек. Особенно хорошие показатели среди молодежи. 47% школьников и 68% студентов посещают секции, кружки, клубы. На заседании также обсудили вопросы, связанные с правоотношениями в сфере капитального ремонта, сохранением культурного и исторического наследия, развитием информационного общества и другим. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.